Приветствую вас! Вы знаете, судя по общению, я бы, я рекомендовал бы вам в первую очередь работать с тревожностью, то есть это с чувствами. Это, значит, всем, чтобы принимать по вниманию ваши чувства, это первое и второе, это чувством защищенности, которого у вас нет, то есть вы чувствуете себя невещущенной. В окружающем мире видится вам угрозой и панической атаки, это, собственно, одна из причин этого. Следующий важный момент заключается в том, что вы не знаете, когда это у вас началось, вы пишете, что это было всегда, но всегда этого быть не могло. Проблема, вероятно, кроется, может быть, в детстве, а может быть, в неком вашем уже достаточно зрелом опыте, но, тем не менее, это очень важно. Следующий момент. Вы, вот то, как описываете процесс лечения, у меня сложилось такое впечатление, может быть, ошибочное, конечно, что вы получаете некое удовольствие от того, ну, как это все происходит. То есть вам нравится вот этот вот момент с лечением, с тем, что у вас, ну, достаточно большое количество врачей, что вы получаете от них внимание, попытки вас вылечить и всякое такое. Ну, еще раз повторюсь, я могу здесь ошибаться, скорее всего, вы со мной не согласитесь, но мне кажется, что вы говорите здесь о таком вот демонстративном поведении и о нужности для вас этой самой вашей болезни. То есть она вам нужна для того, чтобы как раз-таки, может быть, привлекать к себе внимание, быть значимой, быть важной и так далее. Ну, многие люди используют ее подобным образом. А также, мне кажется, вы склонны вести на себя ярлыки, слишком уж вы себя категорично описали. Вот. Ну, я имею в виду там, где вы называли себя меланхоликом, оценником и прочее. Вот. Это все-таки не ваша задача и не ваша, не ваша, как бы, прелогатива вечно-вечно на себя ярлыки. А эти слова, которые вы используете, нужны исключительно специалистам для работы. И не более того, вам, как клиенту, это все не нужно, это только мешает и помещает в совершенно лишние рамки ваших мышлений. И вот. Дальше, что касается, значит, ваших вопросов, которые вы задаете. Да, вам, может, не подходит метод, который вы используете. Мне не очень понятно, почему вы сразу обратились к эриксиновскому гипнозу. Вот. То есть, почему пошли к этому специалисту. То есть, всем был обусловлен выбор. А вот, значит, дальше. Психолога менять не нужно, обсудить с ним проблему нужно. Потому что вполне может быть, что это закономерный процесс. Какое направление психотерапии может помочь в данной ситуации? Я не знаю. Надо пробовать посмотреть, кому что больше подходит. Кто к чему больше восприимчив. Кто-то восприимчив к рациональной терапии, кто-то восприимчив к экзистенциальной терапии, кто-то восприимчив к работе с чувствами, кто-то восприимчив к гештальтерапии, кто-то восприимчив лучше всего к психоанализу. Кому-то может подойти арт-терапия, кому-то может подойти и грубовая терапия. Поэтому, как бы, это нужно смотреть. Иногда очень хорошо заходит транзактный анализ. Такое тоже бывает. Поэтому нужно смотреть, нужно пробовать разные методы. Вот. Нужно, как бы, искать. На мой взгляд, вы сделали один, помимо того, что я озвучил выше, один, такой вот, не совсем верный шаг. Это сразу обратились к одному психологу и сразу начали с ним работать. Необходимо попробовать несколько специалистов. Посмотреть, поприслушиваться к себе и уже на основе этого выбираться. А вы, как с одним начали, так и с ним продолжать. Вот. Что касается того, что вам хуже. Вы знаете, я могу, конечно, предположить, что вам просто не подходит данный метод. Вот. Правда, вы не пишите о том, например, что у вас, допустим, падается нацелька после того, как вы провели сеанс. Да? То есть вы себя обучуете там и так далее. Это понятно. Но вы не описываете того, как вы приходите к этому. К... 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 Занижению... Своей смазки. Это очень важно. То есть это может быть сопротивление. Нужно смотреть. Поэтому. Может быть вы... В целом не согласны. Да? Тем, что... Ну, пытается донести до вас специалист. А... и... У вас другое мнение. И вы не готовы менять свою позицию. Например. Что касается вот, например, комплекса жертвы, то это работа с личной ответственностью, а не самооценкой. Вот. А... Что еще? Так. Сейчас. Ну... Вот. Вы пишите... Выяснить все это от низкой самооценки и комплекса жертвы. Ну... По это не низкая самооценка, а по это тревожности. То есть это... Не имеет как... Ну, нельзя с кем пронискнуться на самооценку, на самом деле. Вот. Комплексы жертвы, да. Уже... Очень похоже на это. Работа с личной ответственностью. А не с... Ну... Не то, что вы делаете. Вот. То есть это определенный личностный рост. Скажем так. Такая вот история. А... Значит... Дальше. В принципе, в законаре впишите вы мне точно не поможет разбор полетов от чего и почему высота где вы достаточно, но физическое тело при наступлении пау логику не включает. Дело в том, что... Во-первых, это происходит не сразу. То есть... Я не очень понимаю, да? Вот. Вы так... Категорично нам заявляете, что... Разбор полетов от чего... Почему он достаточно... Дело сделаете достаточно часто. Но во-первых, сколько вы делаете? Во-вторых, с кем вы делаете? Это первое, да. В-третьих... Что именно вы делаете? То есть... То есть... То есть... Разбор полетов от чего... Вы делаете? Конкретно. Да? И как? Ну, это всё очень... Как бы... Важно. Имеет значение. Я от счастья склонен с вами согласиться в том, что... Действительно, набор полетов от чего... Почему не все это важно? Важно... Как бы... Что... Что... Как я и сказал, у вас тревожность. И... То, что... Вы описываете, в сути, это защита, механизм защиты. А значит, в целом... Как бы... Вы воспринимаете мир... Таким более... Более... Угрожающим, да? Себя незащищенным. И... Это... Личные границы. Если это проблема с личными границами, то их необходимо именно застраивать. Чтобы чувствовать себя защищенным. Защищенным. Да вот. Может быть... Может быть... Базовое... Переживание. А... На котором основывается паническая атака. Нужно пережить. То есть, вы его... Не... Не... Прожили полностью. Вот. Тут могут быть разные варианты. Просто... Это... Все... Вопросы ни одного дня, ни одного консультации. А... Но... Важно другое. Что... На все нацелены вы. Знаете? То есть, вот вы... Когда... Клиент говорит, что мне что-то точно не поможет. Это всегда вызывает тоже подозрение, да? А хочет ли клиент вообще... Заниматься собой? А почему он... Как бы... Ну, не добирается специалистов? Сейчас вот вы говорите, что физическое тело при наступлении ПА на руки не включает. Извините, а ПА откуда появляется? То есть, ПА это не физическое тело. Понимаете? Вот. Ну... Так что... Я... Наверное... А... Обратить... Я хотел бы обратить ваше внимание на... То, что вы... Уже как бы сами включаетесь в терапевтический процесс. Да? Вы сами пытаетесь... А... Как-то вот... Руководить... Терапист терапией. Тогда как... Вам имеет смысл... Больше в зависимости клиента... Смотреть на то... Какие направления работы вам подходят. Вот. Без... А... Попытки анализов. Маленькая штука. То есть вы говорите, что... Разбор полетов вам не поможет. Что вы... Какое тело не включает. Но при этом сами же пытаетесь логически... Как... Как бы... Обосновать какие-то вещи. Вот. Еще раз повторюсь, что... А... От того, что вы... Как клиент... А... Заходите... В... Сферу специалиста. Да? Ну... Ничего хорошего не будет. Вот. А... Идеальный... Как бы... Идеального психотерапевтического метода нет. Это нужно только пробовать. Пробовать. То есть вы... Эээ... Здесь противоречите сами себе. Вы пришли за... Наиболее подходящим... Эээ... Методом работы с собой. Да? Но при этом вы говорите, что типа... Логику... Логические методы не помогают. Эээ... Это... 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 Правильно. Я с вами согласен, что логические методы не помогают. Точнее не всегда. Но... Как бы... Интересно, повторю, очень важно. Разбор палетов, чего вы делаете. Дальше. Эээ... Нужны ли в такой ситуации медикаменты? Эээ... Эээ... Ну, понимаете... Эээ... 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 Мы психологи, мы не врачи. Вам подобный вопрос лучше задать в разделе медицины, я думаю. Эээ... 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 Возможно, все и может быть назначены препараты. Если будет диагноз, ааа... У вас... То... Препараты будут назначены, возможно, вам это поможет. Но и нужен очный диагноз специалистов в этой области. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.